Марсель, индирект, люди вышли на улицу Марселя против пенсионного возраста, повышения пенсионного возраста. Третий день уже, потому что кто голосовал против пенсионного возраста, они набрали 40 голосов. И демонстрации, манифестации продолжаются в Франции. Это улица Марселя. А это уже в Париже. Дали кортеж паризиан. В Париже, видите? Индирект, значит, прямая трансляция. Это выступает Жан-Люк Меланшо. Против Макрона, конечно же. Манифестация. В Тулузе 80 тысяч манифестант. Он был рассенсен сегодня против 35 тысяч. Видите, как французы бастуют из-за двух лет. Так они на пенсию выходили в 62, а теперь в 64. И они не хотят выходить старше на два года. Сколько людей пришли на демонстрации? Не работают люди. Франция – страна манифестации, конечно. Первая в мире. Пока французы бастуют, депутаты решают эти проблемы. Как они решат, интересно, просто интересно. Что же они решат? Реформа. Здравствуйте, дорогие мои подписчики и гости моего канала. Новости Франции. Национальное собрание Франции проголосовало против отказа от пенсионной реформы. Коалиция левых сил подала заявку на проведение референдума по вопросу повышения пенсионного возраста. С предложением не рассматривать соответствующий законопроект и отказаться от дальнейших дебатов выступила левая партия, не покорившаяся Франция. Первая общая национальная забастовка против пенсионной реформы прошла по всей Франции 19 января. По данным профсоюза, акция в Париже насчитывала 400 тысяч участников, а всего в стране в 200 митингах протестовало 2 миллиона человек. Экс-президент Франции Франсуа Ланды сообщил, что получает пенсию в размере 12 тысяч евро в месяц. Компания Total Energy приостановит поставку нефтепродуктов во Франции из-за забастовок. Хакеры атаковали тысячи компьютерных систем во Франции, Италии, Канаде и США. В регионе Иль-де-Франс, это центральный регион Франции, из-за забастовок во вторник, сегодня, будет нарушено движение метро и поездов в столичном регионе Иль-де-Франс. Очень будет сильно нарушено из-за забастовок движения. Семья Ротшильд заявила о планах приватизировать компанию Ротшильд и Ко. Богатые богатеют. Во Франции 11 тысяч полицейских проследят за порядком на акциях против пенсионной реформы. Во Франции изучают возможность использования замороженных активов Российской Федерации для помощи Украине в вопросе восстановления страны. По мнению пресс-секретаря Министерства иностранных дел Франции Анны Клер-Лежандре, надо сделать все, чтобы вернуть Россию к поведению ответственной державы, то есть к ногтю, к ногтю Россию. И они будут руководствоваться нормами международного и европейского права в этом вопросе. Мы изучаем эту возможность, сказала она, отвечая на вопрос о судьбе блокированных российских активов. Очевидно, что этот вопрос будет изучаться в соответствии с международным правом, европейским правом и французским законодательством. Это тем более важно, поскольку Россия является постоянным членом Совета безопасности ООН и выступает гарантом соблюдения устава ООН, добавила Лежандра. По данным Еврокомиссии, страны Евросоюза заморозили 400 миллиардов евро активов Центробанка Российской Федерации и до 20 миллиардов евро активов российских бизнесменов. Представляете, сколько денег наворовано и скинуто в зарубежные заграничные банки Европы? Вспомните 90-е годы, все приватизировали российские бизнесмены. Однако, согласно утечкам в европейских средствах массовой информации, Еврокомиссия не имеет представления о том, где находится 200 миллиардов евро из 300 миллиардов евро замороженных российских активов. Представляете, они нашли 300 миллиардов евро замороженных активов Центробанка и не знают, куда делись 200 миллиардов, не могут вести отчет. То есть что, уже разворовали российские активы на 200 миллиардов евро? Это огромный вопрос, огромный вопрос. Куда делись деньги? В МИД Франции заявили, что не уполномочены принимать решение о допуске россиян на Олимпийские игры 2024 года. И в связи с этим, мэр Парижа, женщина, выступила против участия России на Олимпиаде 2024 года. Ее спросили, почему? Да потому, что я просто не хочу видеть россиян. Это что, расизм? Унижение другой национальности? Да, скорее всего. Мэр города Парижа, мадам Анн-Идальго, раньше заявляла, что россияне имеют право участвовать в Олимпийских играх в 2024 году в Париже. Теперь высказалась против участия спортсменов из Российской Федерации в соревнованиях во французской столице. Я бы хотела, чтобы их не было. Вот я не хочу и все. Расизм. Прям воняет расизм от французского мэра города Парижа. Я бы хотела, чтобы их не было. Пока идет конфликт, это российская агрессия против Украины. Невозможно, чтобы российская делегация, как ни в чем не бывало, приехала в Париж. В то время, как на Украину продолжают сыпаться евросоюзовские и натовские бомбушки. Я против приезда российской делегации на Олимпийские игры в Париже. Если конфликт на тот момент еще будет продолжаться, сказала Идальго в эфире радиостанции France Info. В ответ на вопрос о том, хотела бы она видеть российских спортсменов на Олимпиаде 2024 года в Париже. Дорогая, хочешь ты или не хочешь, но Олимпийские игры пройдут с участниками из России и из Белоруссии. Почему? Такой большой, огромный вопрос. Почему? Да потому что нужны денежки. Нужны Парижу деньги. Селяри. Россия будет спонсировать Олимпийские игры, как и другие страны мира, которые участвуют в Олимпийских играх, чемпионатах Европы, чемпионатах мира и так далее, и так далее. Все страны спонсируют все спортивные состязания. А если вы, мадам Идальго, не сообразили с этой стороны, то вы ничего-то и не знаете, как организовываются Олимпийские игры, другие спортивные состязания. Так что нужны Парижу деньги. Но при этом 26 января в интервью телеканала Франс 2 мэр Парижа заявляла, что россиян нельзя лишать соревнований на Олимпиаде 2024. Видите, какие французы, да? Как они легко отказываются от своих слов. В конце января говорила, да-да-да, согласны, будут участвовать, а теперь категорически уже не согласны. Просто потому, что она не хочет этого. В другом видео я вам расскажу, почему у Макрона образовались проблемы из-за России. И почему Париж винит Россию за серию очень болезненных неудач. Где и почему, в следующем видео я вам расскажу. Вот так вот. С вами был канал Фанни Эмес. Жизнь во Франции. Пишите комментарии, ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. Я буду вам очень рада. Пока-пока. До новых новостей Франции. Субтитры сделал DimaTorzok